Двадцатая глава. Авраам решает переселиться поближе к юго-западу. Там другие цари в той области. Авраам делает то же самое, что делал ранее. Говорит, что Сара моя сестра. Сколько лет была Саре в первый раз, когда она говорила это? 65. 65. А сколько ей сейчас лет? 95. Девяносто девять лет. 89. О, 89. 89 лет, да. Помните все то, что мы говорили, насколько она была красива в 65 лет? 89. Царь смотрит на нее и говорит, я хочу взять ее. В нашей общине есть 89-летняя женщина в нашей общине. Она выглядит очень хорошо для 92. А, она 92. Она выглядит очень хорошо для 92. Ну, конечно, вы бы вы не сравнивали ее с 30-летней. И вот Сара, ей 89 лет. И сразу же Бог обращается к царю Авимилеху. Он говорит, ты мертвец из-за этой женщины. Но Авимилех еще вообще ничего не успел сделать. Поэтому он говорит Богу, я без вины, я невиновен. Он сказал, что она его сестра. И Бог говорит, я знаю. Вот почему я тебя предупреждаю. Чтобы ты еще дальнейший шаг не успел сделать. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, возврати жену ее мужу. Потому что он пророк, он помолится за тебя, и ты будешь жить. О, это очень странно. Пророк, который помолится о Авимилехе, тот же человек, который только вот недавно обманул его. Я не знаю, как вы. Но я думаю, что это немного странно. Но, знаешь, Иешуа сказал, Будьте совершенны, как совершенен наш Отец на небесах. И это должно стать нашей целью. Но это не означает, что Бог не может нас использовать, до тех пор, пока мы не достигнем этого вознесенного положения духовного состояния. Если бы Бог использовал только идеальных людей, то Он бы вообще никого не использовал. Но это не является, конечно, извинением, извинением тому, чтобы не продвигаться к большей духовности. Но это также указывает на то, чтобы мы не слишком переживали недостатком той зрелости, которую бы мы хотели, как бы, когда я только уверовал, я находился возле очень-очень духовных людей. И я начал читать одни из самых лучших духовных книг. Великих мужей Божьих, великих мужей молитвы. Это было очень хорошо. Но была одна проблемка. Я сравнивал себя с этими людьми. И я говорил себе, я настолько молод, я не знаю ничего. И я говорил себе, я настолько молод, я ничего не знаю. Все еще проблемы есть в моей жизни. И я разочаровывался. Как Бог вообще может меня использовать? И мне понадобилось некоторое время, пока я нашел баланс. в том, чтобы достигать большей духовности. И все же понимать, что Бог может использовать меня в процессе. Окей. И сказано, «Бембелех поднялся рано утром». Созвал всех своих слухов, рассказал, что происходит. И он повиновался сразу же. Он зовет Абраама. «Что ты пытаешься со мной сделать?» Спрашивает. «Ты же мог уничтожить меня, разрушить мое царство». Абраам говорит, «Ну я не знал, боишься ли ты Бога?» И снова Абембелех берет своих слухов, скот, и дает это все Аврааму. И говорит ему, «Живи, где только ты захочешь». И затем Авраам молится об Абембелехе. И его семья была исцелена. Потому что до того Бог закрыл утробы, никто не мог рожать. Вот каким образом Бог привлек внимание Абембелеха. Потому что даже ранее Бог обращался к нему. Иногда Бог приходится использовать обстоятельства, чтобы привлечь наше внимание, чтобы мы Его послушали. Двадцать первая глава. Наконец, двадцать лет спустя, после того, как Авраам вошел в землю. Двадцать пять лет, после первого обетования, семени и обетования того, что Он будет возвеличен. У Него рождается Сын обетования. Спасибо Богу, что большинству из нас не надо ждать двадцать пять лет, чтобы увидеть исполнение обетования. А если бы так и было, я думаю, что многие бы из нас остановились. Но, если, подумайте о это, иногда ценность обетования да и придает ценности нашей жизни, нашему пути. Это понятно? Окей, то, в главе, то есть это говорит, Абрам дала ему имя Ицхак, и это тоже интересно. Это смешно. Я не говорю, что это игра слов. Зачем вам называть своего сына? Он рассмеялся, она рассмеялась. Абрам дает ему имя, которое указывает на недостаток веры Авраама. Поэтому у Авраама было чувство юмора насчет самого себя. Слышали ли вы такое изречение? Серьезно относитесь к Богу, к Его целям. Но не надо серьезно слишком относиться к себе. И это похоже на то, если вы можете посмяться над собой, это психологически и духовно это очень хорошо. И Авраам дает ему такое имя, и снова напоминает это ему о себе имя. Детя выросло и отнято от груди. В той культуре ему было по крайней мере два-три года. Обычно они кормили детей дольше, чем в наши дни. И интересная статистика. И в то время не было широко известных случаев рака молочной железы. У тех, которые кормили грудью больше двух лет. И просто в процессе кормления это, вероятно, заболевание уменьшается. Измаил смеется, насмеивается над Исааком. Он большой брат, ну, наполовину брата. Я уверен, что он знает всю историю, предысторию. что Исаак будет сыном обетования. А вот внезапно, как бы мгновенно, Измаилу отводится второе место. Пока Исаак не родился, Измаил был первым. Теперь он смеется. Это видит Сара. И говорит, ну, избавься от этой женщины и от ее сына. И Авраам не хотел этого. Что произошло, когда Сара впервые сказала Аврааму, чтобы он выгнать Агар. Агна была беременна с семенем Авраама. А Сара сказала, избавься от нее. А Авраам сказал, делай, что хочешь. А теперь, какое отличие? Он прилепился сердцем к своему сыну 14-13 лет. И поэтому ему нужно Слово от Бога. И Бог говорит, слушай Сару. Потому что я произведу народ от него. Но Исаак все-таки сын обетования. И Авраам просыпается рано утром. И заметьте, что этот образец, эта схема повторяется снова в жизни Авраама. Бог говорит, делай что-то. А Авраам это не делает. Сразу же не делает. Мгновенно он это не делает. Но есть причина, почему он Отец веры. Это больше, чем просто верить обетованию Бога. И он действует по Слову Бога. Это понятно? Если у нас настоящая вера, то мы должны действовать в соответствии с ней. Об этом же говорит Иаков во второй голове, кажется. Окей. Он дал ей воду, хлеб и отсылает ее. И когда вода закончилась у них, сказано, что она оставила мальчика под одним из дверей, отошла далеко, и говорит себе, «Я не хочу видеть его смерть». И из этого описания такое ощущение, что он маленький ребенок. Но он уже такой среднего возраста тинейджер. Может, 16-17 лет. Время, когда большинство мальчиков уже работают, делают что-то, чтобы зарабатывать. И Бог говорит «Агаре, возьми мальчика, у меня есть обетование для него». Он вырастает и становится лучником. Возвратимся обратно к мистеру Абимелеху, который наблюдает за Авраамом. Абимелех просто больше и больше всего приобретает. Абимелех помнит, Абимелех пророк Бога, лучше с Ним не связываться, лучше ему ничего плохого не делать. Поэтому он начинает думать о будущем. И говорит, если он живет здесь, тогда он станет настолько могущественным, что это станет угрозой для меня. Берет своего главного командира армии и говорит к Аврааму «Давай завет заключим». Он говорит к Аврааму «Помнишь, я всегда с тобой хорошо поступал». «Давай заключим такой завет, что мое семя, твое семя, мы будем любезны друг с другом». И Авраам говорит, «Хорошо, я дам клятву». Затем Авраам напоминает Авимелеху о колодце, тот колодец, который забрали, присвоили слуги Авимелеха. И Авимелех не знал об этом. И Авраам в тот момент не пошел но поскольку он был там, тот момент, поэтому рассказал ему, что случилось. Если мы хотим иметь мир, завета, тогда все твои слуги, все твои люди должны это тоже знать. So, after this, it says, «Абраам was in Beersheba». This is verse 33. 22? 33. 21-33. 21-33. Пошел Авраам в Берсавию. He called on the everlasting God. «Призвал там вечного Бога». El Olam, the God of eternity. El Olam, Бог вечности. So, it says, «Абраам stayed in the land of the Philistines many days». И жил Авраам в земле филистинской в дни многие. Okay. Now, chapter 22. Here's the big test. Вот наступает большое испытание. God tested Abraham. Now, think about this for a second. I think I could say that all of us want to pass any test that God puts in front of us. But I don't know that any of us likes to be tested. because a test involves something painful. Not necessarily physical pain. But, you know, mental pain. что-то вовлечено, что очень дорого для нас, очень ценно, важно для нас. It could be our job. Could be, you know, family. Или семья. It could be a dream that we have. или же наше видение, мечта. Could be that Ferrari, that we want. What? No, joking. But the point is, that it's not a test, that it's not a test, unless it's something very close to us, right? Испытание не является испытанием, если нету того, что очень близко нашему сердцу. And when God test Abraham, the father of faith, the father of faith, it's not a small test. It's his only son, the son of the promise. And all this is his only son, the son of the promise. Now look what he says. He says, Abraham. And Abraham says, Hineni, I'm here. And Abraham says, Hineni, I'm here. He says, take your son, your only son, Isaac. возьми своего сына, своего единственного сына, Исаака. technically, he wasn't the only son. In principle, это не был его единственный сын. But because he's the son of the promise, he was the only son. Вот в этом он был единственным сыном. And what does that son represent? Что символизирует сын? Well, he represents first, just everything, every bit of affection and love that a parent could have for his child. Всю ту любовь, он символизирует, связанно всей той любовью, всей той привязанностью родителя к детям. But it's much more than that. This son, the only son, represented what Abraham was going to leave behind in the earth. is the only son, for whom everything will belong to after the death of Avraham. his offspring, that part of himself, that was going to continue to live. It's his seed, his offspring, that part of himself, that was going to continue to live. But it also represented all, every bit of his dreams and hopes for the future. There's one more thing, which represents another thing. And that is the promise of God. What if he killed his son, and he wasn't raised from the dead? Then the God, who made a promise, somehow has to be understood in a completely different way. So you understand everything that's involved there? He says, take your only son, go to the land of Maria, and there offer him as a burnt offering on one of the mountains, that I'll show you. And he says, возьми своего сына в землю Мария и принеси его в жертву на той из гор, которую я тебе укажу. So what did Abraham do? He rose early in the morning. Think about that. When it comes to obeying God, no matter how emotionally difficult it was, все равно насколько эмоционально трудно это было, Abraham did it right away. Abraham did it мгновенно. Now, we will make excuses. We will make excuses. Oh, you don't know how hard it is for me to do this. Oh, ты не знаешь, насколько это трудно для меня. я не могу это сделать настолько быстро. Maybe we think, that if we do it quickly, и возможно мы думаем, что если мы сделаем это быстро, это значит, что нам не важно и это покажет на то, что нам все равно, но все это только извинение. и все равно, чем дальше, тем будет труднее. И если мы не делаем это мгновенно, то мы позволяем неправильной привязанности становиться все сильнее и сильнее. So Abraham got up and he took two of the young men, he took Isaac, he took the wood with him. Then the third day they saw the place. So they're down near Beersheba and they had to walk to Jerusalem. which just means Ir-Shalem, the city of peace. Ir-Shalem, the city of peace. So Abraham was familiar with it because Melchizedek was the king of the city. So he sees it in the distance and he tells the men to wait. Он видит издалека и говорит слугам остаться. Look at what he says. God told him to offer him up as a burn-offering. И что он говорит? Бог сказал мне принести жертву. And he tells the men we are going to go worship and we will come back. И говорит им, что мы пойдем поклонимся Богу и возвратимся. So he's he knows that God's got something going on that he doesn't completely understand. Он понимает, что что-то происходит, но он не совсем еще как бы врубился и уехал в это все. Он не понимает, как все это будет работать, как это все исполнится. Но все равно он решительно настроен исполнить свою роль. Авраам берет дрова и возлагает на Исаака. Берет огонь, берет нож. И вот эта картина, что Исаак не просто маленький мальчик, чтобы нести достаточно дров для всесажения. Это не шестилетний мальчик, который несет три-четыре палочки. Это очень огромная связка дров. Возможно, он уже достаточно взрослый, сильный. И они начали свою дорогу, продолжали дорогу. И примерно в этот момент Исаак замечает проблему. Хорошо. дрова есть, огонь есть, нож есть. Нам чего-то не хватает. Где животное? Где агнец? Авраам говорит, Бог позаботится. Они подходят к тому месту, Авраам строит алтарь, возлагает дрова туда. Исаак говорит, у-о-о. Мы в проблеме. И Исаак позволил Отцу связать себя. Это очень странно, удивительно. в кого больше веры, у Исаака или Авраама? Трудно сказать. Мой отец сказал что-то прямо мне шлепал. Раньше, когда отец меня шлепал, он мне сразу говорил такие слова после этого. Он доставал свой ремень. Это не происходило очень часто. Он говорит, что это принесет больше боли мне, чем тебе. Я говорю, о, нет, не так. Я вообще не вижу, что-то тебе больно было. Потому что я был достаточно глупым ребенком. Позже, когда у меня были свои дети, и вы понимаете, что нужно причинить боль, что причинит боль вам. Потом я понял, о чем говорил мой отец. Но в то время я не верил этому. Поэтому кому же было больше, трудно сказать. И Авраам протягивает свою руку с ножом. Малах Ашем, ангел Господа кричит Абраам, Абраам. И он говорит, Хинени. И заметьте, что Хинени означает вот я. Вы можете использовать это и в обычном разговоре. Где ты? Хинени, я здесь. или вы входите кому-то в дом и говорите, Хинени, я здесь, я пришел. Но также это относится и к Богу. Это похоже на то, что вы готовы, вы предоставляете себя служению Богу, послушании. Абраам говорит, вот я твой слуга. В то время, когда Бог просит Авраама сделать ужасную вещь просто. И то же самое он отвечает, когда Бог говорит ему, тебе не надо этого делать. Не знаю, как вы, но я чаще всего могу сказать Хинени, когда это будет то, что мне понравится. человек так. И он говорит, не налагай руки на отрока, ничего не делай ему. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что своего сына не пожалел. Это удивительная факт. Когда Бог говорит, ну теперь я знаю. Бог знает все задом наперед и наоборот будущее, прошлое. Но также существует определенное знание, когда это происходит в человеческой истории. в этом есть разница. Потому Абрам поднимает голову и он видит запутавшегося агнца в кустах. И Абрам называет то место Адонай и Ре. Lord will provide. Абрам называет то место Адонай и Ре. И давайте поговорим о том, как же это можно вписать в еврейскую традицию. Поскольку в еврейской традиции это второй отрывок для чтения на праздник Роша Шана. Как ортодоксальные евреи празднуют Роша Шана два дня. В Кливленде мы используем это как наш отрывок чтения для чтения Торой. Первый отрывок на праздник это двадцать первая глава. So the rabbi see this as crucial to the whole sequence of Роша Шана and Yom Kippur the ultimate atonement. It's crucial in the whole sequence of atonement. Sequences. Events. Events. И раввин рассматривает это как решающее критическое важное событие в празднике Роша Шана и Дни Искупления. Как отрывок чтения Торы на Yom Kippur кто-либо знает? Шестнадцатая глава Ваикра которые говорят о событиях которые происходят в храме в день Yom Kippur. So do you see the rabbi see a direct connection between these events? And they see the sacrifice of Isaac as foundation to the whole sacrificial system. Because you know where Mount Maria is, right? It's the Temple Mount. So Abraham is acting this out in the place that God knows is later going to be the altar in the holy temple in Jerusalem. происходит эти события в том месте и Бог знает что в будущем на этом месте в храме будет находиться жертвенник. храм еврейского народа. И когда Соломон посвящал этот храм, какой молитвой он молился? Он говорил, что пусть этот храм будет для всех народов. посвящение храма уже говорит о том, что храм для всех народов. И раввины видят, что эти два факта связаны вместе. в некоторой раввинистической литературе первое, третье века нашей эры. И некоторые раввинистические комментарии о акеде, о связи Исааке. В комментариях раввинов по поводу акеда или события, когда Авраам связал Исаака. Некоторые комментаторы даже говорят, что Исаак умер в действительности. Поскольку это было необходимо для искупления. Некоторые говорят, что он не умер, но все-таки кровь свою он потерял. Почему? Потому что они понимают, что не может быть искупления без пролития крови. Левит 17, 11. Поэтому некоторые из этих комментариев просто удивительны. как будто они понимали что-то. Что в системе искупления должна присутствовать кровь. И каким-то образом приношение Авраамом своего сына Исаака является фундаментальным пониманием в этом. text tells us that God told Abraham don't touch your son. So maybe the rabbi figured he lost blood because he was scared almost to death. Repeat it again. Maybe the rabbi figured he lost blood because he got scared to death. Isaac. Исак. И поэтому может быть раввины думают что Исаак потерял кровь потому что он потерял кровь потому что испугался до смерти. Но это метафора. я так не думаю. И интересно что мы можем для себя взять из этого что это очень близко к новозаветной картине. Они понимают что что-то должно произойти. И новый завет говорит что пролитие крови обычного человека не может дать вечного искупления. Но только это относится к Сыну Бога. Который только он может исполнить бытие 15. Что Бог обещал умереть за грехи завета. Видите ли что они видят силу в этой иллюстрации? Это удивительно. Каждый раз когда я слышу комментаторов которые находятся в церкви и которые говорят ну евреи не понимают всех глубочайших духовных вещей. Я говорю нет это вы которые говорите которые показываете свое невежество. Раввины не знали всего. Но они знали то что исходит от Бога. И ангел Господин затем обращается во второй раз к Авраму и говорит поскольку ты сделал это не пожалел своего сына. благословляю благословляю тебя и умножаю умножу тебя. Прежде мы говорили о благословении но теперь его язык как он это выражает оно во много раз сильнее проявляется. уровень благословения который будет дан тебе твоим потомкам это как взрыв какой-то величество этого. Я множу твоих потомков и твои потомки завладеют воротами врагов. Ворота это место власти. И повторяет обетование снова потому что ты послушался моего голоса в твоем семене благословлятся все народы. И как вы знаете что Авраам слушался голос Божий уже много-много раз. Но каждый раз когда он слушался каждый раз каждое действие нашего послушания должно вести нас к дальнейшему послушанию. Иногда это будет еще большим послушанием. И чем больше послушания тем больше благословения. И обратите внимание на 19 стиху. Говорится что Авраам возвратился к тем молодым мужам. И там не говорится что Исаак пошел вместе с Авраамом. Я думаю что это очень травматичный такой сюжет для Исаака. Даже если вы верите что Бог действует в этих событиях все равно трудно увидеть своего отца который замахнулся на тебя с ножом. И кто знает насколько близки они были после того. Но в любом случае возможно это указывает что Авраам и Исаак вернулись домой в разное время. И возможно в какой-то момент Исааку понадобилось эмоциональное и ментальное выздоровление. Завтра мы продолжим с 23 главы.